Кавказ 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 то взаимодействие между федеральным центром и регионами, они идут вот как-то по одной дороге. На мой взгляд, значит, одна из проблем это снижение или даже отсутствие горизонтальных экономических связей между регионами Северного Кавказа. То есть в более спокойное время, прошлое, это была достаточно сильно взаимодействующая экономическая структура. Просуществовали такие, предположим, в советское время системы, как агропромстрой и так далее. Ну, я не к тому, чтобы возвращаться к этим системам, но люди взаимодействуют друг с другом, лучше знают тогда, когда они торгуют, совместно зарабатывают деньги, ездят по делам друг к другу и так далее. Вот одна из проблем, на мой взгляд, которую нужно решать с помощью бизнеса и с помощью содействия бизнесу, это развитие горизонтальных экономических связей между регионами. Мы в Грозном видим торговые центры, огромные торговые какие-то сети, да, туда. В Грозном, по-моему, открыт один из первых, где сетевой, что у вас там, Ростикс открыт или что там в Грозном открыт? Ну, так, недавно... А, это Старбакс, Старбакс, Старбакс в Грозном открыт был, да, недавно. Это достаточно важный момент, если на Кавказ приходит такая мировая сеть, как Старбакс, а я знаю, как трудно, как трудно в Кавказский регион даже Макдональдс было привезти в Пятигорск, прямо скажем. И вот в Грозный приходит Старбакс. За счет чего? Это же доверие, на самом деле, к инвестиционным какому-то пространству. Правда ведь? Это же серьезные инвестиции Старбакс. Расскажите нам вот о реальном бизнесе, не о том, как Рамзан Ахматович там... Конечно. Что мы и так все знаем, что... Мы, а сегодня, наверное, инвестиции привлекают в Ченскую Республику, на самом деле, безопасность, наверное. Да, бизнес в первую очередь идет туда, где безопасно. Несмотря на то, что по сегодняшний день многие мои партнеры, как компания Чен Холод, в России, в Москве, по сегодняшний день боятся приехать к нам, несмотря на то, что мы пять лет уже работаем совместно, пять-шесть лет работаем вместе. Однако, на самом деле, в Чеченской Республике слово «безопасность» — это не просто слово. Действительно, значит, и в остальных республиках Северного Кавказа, к сожалению, намного небезопаснее, чем в Чеченской Республике. Прибыв туда, пожив там, посмотрел ситуацию, здесь присутствует представитель компании «Гринмарка Конверенция», Лев Гитлер, который неоднократно у нас сбывал совместно с нашей ассоциацией малого бизнеса, проводил выставки, бизнес-форумы. Там, на месте, люди понимают, насколько действительно безопасность в республике обеспечена. И слово «война» на самом деле, может даже, к сожалению, мы его уже забываем. Больше настораживает другой момент, именно связанный с потерей наших традиционных культурных ценностей. Так как в молодежной среде, как было сказано, что очень приличная часть населения — это молодые люди, не только в Дагестане, но и в Северном Кавказе. И поэтому наблюдается такая тенденция, когда молодые люди теряют свои традиционные какие-то моменты. И шкала, линейка ценностей молодого человека, она очень сильно меняется. Меняется не в лучшую сторону. Когда молодые люди пытаются подражать каким-то непонятным таким образом, а что касается в целом, когда это берется уже, как говорится, в большой массе, то эта критическая масса набирает определенную такую нездоровую, как говорится, тенденцию. Туманно вы как-то выражаетесь. А вы уточняете, я вам уточню. Но мы все испугались уже, потому что какие-то молодые люди пытаются подражать чему-то нездоровому, все это набирает критическую тенденцию. Да, потому что... Вот это конкретно. Что вы имеете в виду? Конкретно я скажу, что Дагестан, к сожалению, теряет свои традиционные, так скажем, свои традиции, я так скажу. Сегодня воспитание молодого человека присутствует... Ну, мы можем говорить еще в большей степени, конечно, и об институте семьи, которая очень сильно влияет. Так вот, сегодня воспитание молодого человека, оно идет, может быть, по несколько иным критериям, и, во всяком случае, я могу сказать, в Дагестане. И сегодня дагестанская молодежь, если мы сегодня будем спрашивать и проводить определенные исследования на предмет того, что какие ценности у молодого человека, шкала ценностей и так далее, то очень сильно они поменялись. Разве нет? Я не знаю. А вы знаете, вы приезжаете часто в Дагестан, и я уверен, что вы являетесь экспертом по Дагестану. Поэтому я думаю, что в этой части, когда вот огромная критическая масса, она набирает определенную уже, так скажем, такую количественную характеристику, сегодня могут идти те неприятные, необратимые процессы, которые с учетом особенного нашего положения и в большой геополитике, они усугубляют эти ситуации. Я хочу сказать несколько слов хороших о Кавказе. Что там вот точно является огромным плюсом для работы, реальной работы в бизнесе? Это человеческие отношения. Человеческий тип кавказский, это тип, с которым, если ты начинаешь с человеком иметь дружеские отношения, то ты можешь быть уверен в порядочности этих отношений. Конечно, всегда бывают исключения, не хочу тоже воспевать никакие-то саги, кому-то петь, но это факт, и это является одним из важнейших форматов бизнеса в Кавказском регионе. Это ярко проявленный человеческий тип, который не позволяет применять общие схемы, взятые из учебников. Да, с учебниками туда, наверное, прийти трудно. Но с желанием рискнуть, как и везде, бизнес — это везде риск, и в Гонконге это риск, но с желанием рискнуть, с желанием установить отношения прямые, инвестиционные отношения, чуть-чуть партнерства, это приводит к серьезной прибыли. Кавказ для тех, кто сумеет решить эту головоломку, сегодня является местом доходного, удачного, но, как и везде, небезопасного бизнеса, везде есть свои риски. Но доходность бизнеса на Кавказе, могу сказать, потому что я знаю людей, которые этим занимаются, сильно превышает даже те достаточно серьезные риски, которые там существуют. О Кавказе, к сожалению, мало разговоров именно в таком формате, в таком содержании. Очень часто о Кавказе говорят лишь в негативном контексте и в таком одностороннем осуждающем контексте. Поэтому сегодняшний разговор, на мой взгляд, очень полезный, очень продуктивный, потому что люди, представители совершенно разных сфер, разных регионов, обсуждали, на мой взгляд, очень важную проблему, как сделать экономику Северного Кавказа привлекательней, как сделать так, чтобы кавказская молодежь занималась предпринимательством, малым предпринимательством, где искать источники финансов, как, скажем так, заставить власти внимательнее относиться к этой проблеме. Поэтому разговор был очень, на мой взгляд, серьезный, высокий. Но следует отметить, что разговор получился, наверное, больше таким политическим, нежели экономическим. И на то есть определенные объяснения, потому что проблема экономическая, на мой взгляд, не может быть рывка экономического без того, чтобы решить ключевые политические проблемы в регионе. И об этих проблемах сегодня говорилось. Экономика не может строиться на рыхлом политическом фундаменте. Поэтому, наверное, здесь доминировали именно такие акценты политические. Очень много говорилось о ментальности кавказской и как это соотносится с инновационной экономикой. На мой взгляд, все будет нормально, потому что на Кавказе очень большое количество молодежи активной, которая хочет заниматься предпринимательством, несмотря на все препоны, и вопреки всем тем, скажем так, субъективным и объективным препятствиям, которые перед ними стоят. И я убежден, что вот их пассионарный дух, их воля, их стремление к экономической активности, предпринимательству, их трудолюбие будет очень важным, главным фактором возрождения всего региона.